так здравствуйте так мы начали уведомлять сейчас как всех уведомят как все подключатся здравствуйте у нас уже трое и даже четверо я же 4 все как обычно ничего не меняется здравствуйте здравствуйте так ну сегодня у нас четверг два часа дня и даже уже почти пять минут значит мы посвятим наше время в течение часа дизайном который мы сделаем с помощью красок гелевых значит это будет у нас красный цвет пламя да и листва листва и пламя да вот красный такой и красивый зеленый на самом деле как бы нужно было срочно подумать какие-то дизайны придумать и показать прямом эфире но цвета довольно таки конечно яркие летние все это конечно здорово и красиво но если еще с красным цветом это как-то более как-то обыденно что ли да очень часто ногти покрывают каким-то красным цветом но вот зеленый как бы но сам по себе немножко такой специфический цвет несмотря на то что он сейчас конечно в одежде очень модный стал и как бы очень много и костюмов и брючных и шортами и рубашек зеленых каких только нету там оттенков да и как бы но все равно зеленый цвет довольно таки специфический и вот самое простое вариант это сочетать его с каким-то белым цветом вот очень прикольно сочетается и красный зеленый цвет например золотом золотом классно но не знаю серебро мне не очень нравится но опять же господи что же за хохлома на самом деле как бы на кому-то нравится насыщенный дизайн и кому-то не нравится насыщенные дизайны на самом деле этого делать не нужно на всех ногтях это достаточно взять на одном ноготочке и тем более что как бы есть готовые материалы которыми можно воспользоваться и допустим сделать дизайн в котором совершенно не нужно будет ничего рисовать достаточно сделать просто фон из какого-то цвета вот и не добавлять никаких декораций например на поверхность но если нравится на одном пальчике куда-то что-то добавить какой-то цветочек веточку и так далее почему бы и нет но значит мы с вами сейчас вспомним о том что кроме гелевых красок например есть такой материал как текстон многие фирмы выпускают такую краску с металлическим эффектом и у нас не исключение раньше я думаю что у старых мастеров у тех кто мастера которые уже давно работают есть такая краска текстон называется это вот была старая упаковочка старый флакончик такой золотой краской хромированной это даже не гель а просто водка краска влажность испаряется пигмент остается золото серебро есть розовый черный синий цвет вот более новая упаковочка которая сейчас вот допустим упаковывают хромированную краску это например вот такой вот пузыречек текстон да и вот он золотого цвета но вот эти два цвета которые мы с вами сегодня будем обсуждать гелевой краски красные зеленый листва и пламя как раз таки они оба будет хорошо сочетаться золотом поэтому мы принципе можем добавить как бы скомбинировать красный цвет золотым цветом ну и зеленый цвет золотом так еще раз повторюсь это гелевая краска можно ли нанести гелевую краску если ногти допустим натуральные и смоделированные только базы и лаковой но по большому счету если вы делаете хорошего моделирование то в принципе в принципе можно не не бояться можно наносить гелевую краску потому что если вы хорошо укрепите стрессовую зону базы гель-лака, то в принципе можно нанести и гелевую краску. Но если вы не делаете укрепление, то тогда лучше этого делать не стоит. Тогда лучше все-таки брать более жесткую основу, это например гелевое наращивание, да, система гелевая, либо акригелевые ногти вы делаете, тогда можно смело брать гелевые краски в работу. Но еще раз повторюсь, если вы делаете хорошее укрепление базы, если моделируете базы гель-лака ноготь, если укрепляете стрессовую зону, выравниваете, моделируете, укрепляете стрессовую зону, то в принципе вы можете на такие укрепленные базы ногти нанести и гелевые краски в том числе. И вы знаете, даже на таких ногтях можно, например, сочетать, допустим, гелевые краски с гель-лаком. Потому что и тот, и тот материал как бы делается для покрытия, ну, как бы используется для покрытия, для рисования, и обязательно закрываем топом. Поэтому по большому счету их можно смешать между собой. Вот. Ну, это такой маленький экскурс. Вот. Поэтому мы сейчас с вами сделаем следующее. Сделаем пару-тройку вариантов. Ну, столько-столько нам позволит время. Сколько нам позволит время. Так. Где наши типсики? Так. Вот так хорошо видно. У меня немножко под камеру. Сейчас чуть-чуть приподниму камеру, потому что... Вот так. Вот так даже чуть-чуть увеличу. Итак, мы с вами сейчас сделаем вариант дизайна, в котором будем сочетать гелевую краску с текстоном, например, золотым. Ну, еще раз повторюсь, зеленый и красный цвет очень красиво будет сочетаться. И давайте мы с вами на укрепленной базой ноготь ноготь. Мы с вами нанесем топ безлипкого слоя. В нашем случае это будет теклос. Теклос – это топ безлипкости. И именно на укрепленной базой ноготь, да, то есть как бы мы с вами наносим вот на одну половинку, например, теклос. То есть как бы топ безлипкого слоя. В нашем случае это теклос. Может быть, вы работаете с какими-то другими гель-лаками. То есть это абсолютно не важно, на половинку ноготочка, то без липкого слоя. И просушиваем. Можно, например, нанести теклос на половинку ноготочка, можно, например, на верхнюю его часть. Вот так, то есть на просушенную базу, ну, либо на запиленную поверхность искусственного ноготочка, гелевой системы или как ригелевой системы. Поэтому базу нанесли, вернее, как бы смоделировали ноготочек, да, и потом уже на запиленную поверхность наносим то без липкого слоя, ну, например, на половиночку, чтобы лишние слои не добавлять. Теперь с помощью паутинки, как в народе, да, в простом говорят, либо вот, например, спайдергель. Сейчас возьмем. Спайдергель, так-то тут немножко не получается открыть баночку, сейчас я открою. Так, с помощью спайдергеля сверху топа без остаточной липкости, который мы только что просушили. Так, вот здесь у нас на половиночку только. И вот именно сюда мы с вами сейчас сделаем какой-нибудь незамысловатый фактурный рисунок с помощью спайдергеля, либо паутинка, как ее просто называют мастера. Еле оторвала фольгушечку, поэтому, прошу прощения, немножечко завошкалась. Так, и буквально в разных направлениях накидаем ниточки. Мы будем сейчас с вами добавлять в работу текстон, краску с металлическим эффектом. А краска с металлическим эффектом, девчат, она когда покрывает ноготочек, она покрывает все неровности, выделяет все неровности. И поэтому мы с вами можем запросто сделать любой фактурный дизайнчик. В любом случае, как бы старайтесь спайдергель наносить очень тоненько. Не надо сильно жирно вытягивать ниточки. И вот таким вот образом, я даже, видите, так условно себе отделила полноготочка, чтобы не выйти за пределы. И вот здесь вот аккуратненько. Можно было более аккуратно, потому что кто-то нервничает с этой стороны, кто-то нервничает с этой стороны экрана. Поэтому немножечко суетливо. Еще и банка не открывалась. Так. И теперь просушиваем. 30 секунд, в принципе, будет достаточно для того, чтобы высохла паутинка или спайдергель, или паутинка, как хотите, обзовите. Значит, и мы с вами будем наносить текстон, да, краску с металлическим эффектом уже сверху. Просушиваем. Так, ну и, например, вот здесь, да, в верхней части ноготочка, например, можем с вами, опять же. Ну, спайдергель, материал многим мастерам знакомый. Единственное, что, да, проблематично все, прикольно с ним работать. Но, как бы, когда попадает на валики, на кожу вокруг ноготочка, да, то есть, как бы, проблема, да, особо не проблема, но все равно вытереть придется, да, кожу вокруг ноготочка. Поэтому это можно сделать абсолютно влажной салфеткой, любой салфеткой, даже не обязательно смачивать ее в какой-то там обезжириватель, или там спирт, или какую-нибудь жидкость для снятия гирлака. То есть, не обязательно. Можно просто с кожи убрать влажной салфеткой. Ну, а когда вы наносите спайдергель на поверхность ноготочка, девчат, конечно, по-любому попадет на кожу. И ничего вы с этим не сделаете. А вот, так аккуратненько, хаотично. Можно было больше аккуратности, конечно, но это не в моем случае, когда переживательный момент очень сильный. Итак, все, просушиваем. Хотя, знаете, вот смотрю через камеру, и прям видно, что вот надо вот сюда куда-то чуть-чуть добавить. Просушиваем, просушиваем 30 секунд. Значит, красота какая, зеленый благородный оттенок. Я тут пока сохнет. Потихонечку читаю. Значит, зеленый благородный оттенок, если камера передает цвет точно. Ну, я надеюсь, да, что цвет точно передает камера. Такой красивый глубокий зеленый цвет. Ну, мы сейчас когда нанесем, уже будет как бы видно. Так, ну, а мы тем временем, значит, нужно сказать о том, конечно же, что спайдергель или паутинка, она, конечно же, имеет липкость. Поэтому нужно обязательно обезжирить поверхность. Поверхность не должна быть никакой быть недисперсионной пленки на поверхности, ничего. У нас с вами топ-теклос без остаточной липкости. И остаточную липкость вот с паутинки я тоже вот сотру просто обезжиривателем. Ну, или кто чем работает. Просто вытираем дисперсию. Теперь наверняка текстон ляжет очень ровно и будет красивый металлический эффект у нас с этой стороны ноготочка. Так, ну и теперь наносим. Значит, текстон это не гель. И он высыхает, конечно же, просто на воздухе. Вот кто наблюдает за творчеством Екатерины Николаевны Мирошниченко, она часто, когда берет в работу золотой текстон, даже советует взять маленький фен и просто подуть на текстончик для того, чтобы влажность быстрее испарилась. И остался только вот этот вот металлический золотой пигментик на поверхности. Даже если вам кажется, что текстон высох, значит, просто тогда еще минутку подождите, потому что будет очень красивый металлический эффект. Просушиваем. Ну, лампа, она, видите, она не то, что там сейчас нужна, чтобы прям вот просушить. Нет, лампа просто, например, она не только светит, она еще и греет. Под воздействием тепла испаряется быстрее влажность. Вот, поэтому, как бы, поставите в лампу, если она в воздухе, ну, минут 5-10 пройдет, прежде чем она высохнет. А если, например, поставить в лампу, то, конечно же, в лампе она просто быстрее испарится, влага, и эффект будет достигнут более быстрым способом. Так, вытираю, пока я тут рассуждала. Вытираем обезжиривателем липкость. Так. И еще разочек дублируем, да, второй вариант. Эта краска с металлическим эффектом, текстон, да, она не имеет никакого объема. Поэтому ниточки, которые наматываете, понятно, что сейчас на камере увеличено несколько раз, ниточки, они не должны быть толстыми, жирными, они должны быть тоненько-тоненько нанесены, потому что красочка, она повторит все-все-все абсолютно изгибы, без исключения. И маленькие какие-то тоненькие линии, линии побольше. Поэтому старайтесь все-таки тоньше наносить, в любом случае это будет намного аккуратнее. Так, пока досыхает текстон, видите, вот он уже становится таким красивым металлом. Вот, теперь как бы с другой стороны мы с вами посочетаем как раз-таки с гелевыми красками, которым мы сегодня посвящаем наше время в эфире. Итак, зеленый цвет, листва, вот такой красивый зеленый цвет. Ну, гелевые краски, они в любом случае плотнее, чем гель-лаки. Поэтому наносите любой удобной для вас кисточкой. Ну, как правило, это плоская кисточка с плоским цоколем, либо квадрат, либо овал, либо четверка, либо шестерка. У меня в руках такая довольно-таки крупная кисточка, чтобы уж махнуть, так махнуть. Так, и за один раз все покрыли. Гелевые краски ложатся тонким слоем, но цвет намного плотнее, чем у любых гель-лаков. Поэтому, конечно же, можно, например, нанести гелевую краску только лишь в один слой. Вообще себестоимость покрытия гелевыми красками, она, конечно, в разы дешевле, чем гель-лаками. Вот, поэтому гелевыми красками, вот, например, я как старый мастер уже, уже не знаю даже, полезное ископание или уже бесполезное. Вот, то есть, как бы раньше только и были, как бы, гелевые краски акриловыми красками, рисовали гелевыми красками, вот, и, конечно же, никаких гель-лаков не было и в помине. Вот, потом, конечно же, гель-лаки появились, они, конечно, завоевали сейчас львиную часть любого рынка, потому что удобно, флакончик, кисточка во флакончике, не надо париться, работа упростилась намного. Поэтому, конечно же, гель-лаки сейчас имеют такие лидирующие позиции. Я имею в виду цветные, конечно же. Для наращивания сейчас и гель-лаки используют, и гелевые системы, и акригелевые системы, и монофазы, и что только не используют. Так, мне под камерой не очень видно, но я постараюсь выровнять настолько, насколько получится. Так, просушиваем. Видите, тоже металл красиво так высох, получается красивый металлический эффект. На всех пальцах этого делать вообще не стоит. То есть, это буквально на один пальчик, да, на одной руке, на один пальчик. Пусть это будет четвертый пальчик. Не знаю, может быть, даже кто-то делает на указательном, и так интересно. Но я все-таки предпочитаю на четвертом пальце. Так, можно вот, например, сюда же, допустим, по центру добавить, допустим, как бы черный, допустим, паутинку черного цвета, да, спайдер-гель. Можно, например, наклеить какой-то шермикон. Вот считаю, что, в принципе, достаточно. Ну, разве что можно там, допустим, украсить какой-нибудь симпатичной наклеечкой. Вот у нас есть такие шермикончики с такими забавными девочками. Вот, например, девушка с зелеными волосами. Так вот можно примерить сюда. Какую-нибудь надпись придумать, приклеить, да. Благо, что, допустим, у компании Эми, конечно, очень много всяких таких наклеечек, которыми мы называем, которые называются шермиконами. Вот, поэтому мы сейчас с вами воспользуемся шермиконами, потому что фон довольно-таки яркий, да, и буквально там одну какую-нибудь наклеечку. Красками мне больше нравится работать, пишет Наталья. Вот, Наталья, ну, в принципе, как бы, ну, раз уже думаешь, все равно чем, но все равно. Вот, а вот если рассказывать, конечно, свою историю жизни и работы в этой сфере, то, конечно, гелевые краски ближе к телу. Так, ну, а мы с вами продолжаем, украшаем быстренько декорациями наш вот такой незамысловатый дизайн. Значит, можем, например, по серединочке приклеить какую-нибудь надпись вот так, можем разделить, например, да, и приклеить какую-то девочку. Так, что у нас тут еще есть под руками? Вот такую штучку, например, такие просто точечки приклеить. Или снизу, например, точечки желтенькие, можно зелененькие, черненькие, мне кажется, будут больше подходящие в этом случае. Мы так и сделаем сейчас. И чтобы приклеить наклеечку, лучше всего подготовить поверхность и, опять же, воспользоваться теклосом. Теклос – это в нашем случае то без липкого слоя. Покрываем. Вот, видите, я пока разговаривала, на самом деле тут одним глазом подсматривала, чтобы уже металл полностью был высохший. И аккуратненько теперь покрываем, потому что если текстоновая краска, вот эта металлическая краска, или хромированная краска с металлическим эффектом, как хотите, обзовите. Ну, в ЭМИ называется текстон, краска с металлическим эффектом. Значит, если не досохнет, то нет вот этого красивого блеска металлического, поэтому надо все-таки обратить внимание на то, чтобы она высыхала, конечно. Так, и второй вариант тоже уже, в принципе, тут все высохло, просохло, и текстон, и краска. И, конечно же, точно так же покрываю топом без остаточной липкости. Выравнивается поверхность. Не надо жирным слоем, абсолютно ни к чему. Тоненьким, аккуратненьким, все выровняли и просушили. Текласс, как любой другой гирлак, сохнет 30 секунд. Золото с черными буквами мне написали, да, то есть вы имеете в виду вот эту вот наклеечку. Я просто хотела совместить с какой-нибудь девочкой с зеленой головой. Ну, в принципе, в принципе, можно и так. А можно, например, наклейку взять какую-нибудь блестящую на зеленый фон, например. А рядом просто эти самые точечки, допустим, черного цвета. Можно вот таким образом сделать. Алла пишет, Кузнецова, у меня текласс весь дырами идет. Вы когда будете покрывать текласс, а я с текстоном путаю на ходу, текласс весь дырами идет. Ну, обратитесь в место, где вы покупали материал. Аллочка, вы меня слышите? У меня текласс весь дырами идет. Значит, там, где вы покупали материал, обратитесь туда, к девчатам, где покупали, какое-то представительство. Вот, и объясните ситуацию. У вас просто, ну, допустим, возьмут дату розлива этого материала и, как бы, наведут с вами, как бы, контакт и выяснят, что, к чему, почему. И я думаю, что все это решится, либо заменят, либо все-таки объяснят, почему так. То есть, как бы, самое главное не молчать. Свяжитесь с представителями ЭМИ. Так, не дает мне покоя девчонки с зелеными волосами, раз уж мы завелись на зеленый цвет. Так, ну, вот, например, погранично вот сюда. Хотя, может быть, вы и правы, может быть, действительно, у них пустить просто полоску и девочку приклеить. Ну, мне кажется, скучновато будет. Так, ладно, все, приклеиваем. Есть такое дело. Так, теперь сюда граница, да, вот здесь вот буквально чуть-чуть. По центру. Тут вот лишнее. Я ушла с экрана, потому что просто пытаюсь приклеить. Не очень удобно. Хоть и без перчаток. Так, обратно сейчас на носитель верну. Так, вот так, вот видите. Так, девушка у нас с зелеными волосами. Так. Очень внимательно всегда следите за торцом, чтобы вот здесь ничего не торчало. То есть, если есть пилочка под руками, то надо было бы сейчас, конечно, вот здесь вот краешек запилить. Следите, чтобы шермиконы, наклеечки, любые слайдеры, шермиконы, чтобы не выглядывали за пределы торца, потому что когда сотрется торца топ, наклейка может, естественно, просто подняться. Поэтому следите внимательно, чтобы торец был всегда очень хорошо покрыт, чтобы не было проблем с этим делом. Так, ну и... Конечно же, можно остановиться в любой момент. Ну вот сюда, думаю, золотишко сейчас вот на краешек выпущу еще. Ну вот так, золото с этой стороны, с этой стороны, да, и девочка с зеленой головой. Все, я думаю, что, в принципе, конечно же, достаточно. И те, кто не любит много всего, прошу прощения, что блестит сильно в ваших глазах. Но на самом деле у нас тут вот в Ростове, знаете как, все лучше и сразу. Все, и закрываем топом. Это может быть любой топ, это может быть... Ну, я не вижу смысла в матовом топе, потому что вот этот металлический блеск, он блестит классно, такой металл получается. Если матовым топом закрыть, то, конечно же, это будет уже такой какой-то сильно-сильно-сильно поношенный металл. Вот, закрываем топом глянцевым и просушиваем. Так, и на втором варианте, пока проболтала, времечко убежало, можно было вот так, допустим, просто разделить на две части. Ну, вот эта полосочка черная, немножко золотишечком, просто прикрывает границу между одним цветом и другим. Но золото точно так же, как и с зеленым цветом, да, тоже сочетается, в принципе, очень даже хорошо. И совсем, как будто бы так и надо было, да, то есть, как бы, опять же, не на всех пальцах, ни в коем случае не нужно этого делать, только лишь на одном. Так, ну, и вот здесь мы приклеим какой-нибудь ультраход, очень горячо, да, ультра горячий, или как там будет переводиться. Сейчас. Можно вот сюда в нижнюю часть, можно на верхнюю часть, ну, давайте вот так в нижнюю часть. Вот таким вот образом. Так, у меня Текла с дырами покупала с Ростова, сначала было все ок, а потом вот так началось, и на дисперсию, и без нее. Нет, на дисперсию, ну, если вдруг, вот, знаете, как бы, Аллочка, я опять к вам. Вы просто вытрите, герлак же можно, допустим, обезжирить, да, перед покрытием. Попробуйте просто убрать дисперсию и покрыть. То есть, как бы, именно, вот, допустим, если без нее, да, то есть вы обезжириваете и покрываете. Ну, это просто напишите в имя Ростов. Как бы вот так и так случилось, ничего страшного, я надеюсь, что найдете решение, и девочки вам помогут. Так, все, прикрепили и закрываем топом. Ну, опять же, я закрою Теклосом. Все, покрыли и просушиваем. Мы сейчас с вами еще разочек, да, может быть, Тоток нам чуть позже присоединился. Это мы с вами сегодня работаем с гелевыми красками, которые называются листва и пламя, на всякий случай. Красный, зеленый цвет, вот. Ну, не знаю, допустим, я пробовала делать, допустим, градиент с этими двумя цветами, мне не очень нравится. Вот, Аллочка пишет, что я убирала. Алл, ну, обратитесь, напишите, прямо вот, может быть, там, в Инстаграм, прямо напишите в Директ, что там проблема и так далее. С вами свяжется, как бы, отдел, как они называются у нас, торговый отдел, да, и, как бы, я думаю, что решится проблема. Все будет хорошо. Так, а я вернусь, значит, гелевой краски, зеленый и красный не очень получается красиво градиент, потому что красный с зеленым смешивается, такая мешка грязь получается. А вот прикольно получается, если взять и смешать гелевые краски с белой гелевой краской. Либо, знаете, я даже пробовала с белым гель-лаком, тоже классно смешивается. То есть, их можно прям смешать между собой, без всяких проблем, прямо на поверхности. Так, это мы посочетали наши гелевые краски с текстоном, золотым текстоном, краска с металлическим эффектом. И фактурный дизайн мы делали с помощью спайдер-геля, да, с помощью паутинки. То есть, ничего такого сверхъестественного. Даже кисточки не использовал с помощью просто палочки апельсиновой. Так, это вот таких два варианта. Так, ну и попробуем сделать красивый градиент с помощью кисточки для градиента. Ну, она у нас одна-динственная, у меня уже такая старенькая четверочка у нас. Кисточка называется Амбре. Вот, и мы с вами смешаем сейчас гелевую краску Альпийский снег. И, например, гелевую краску вот листва, да. Видите, как прикольно получается, если в сочетании с какими-нибудь декорациями цветочки, там какие-то фруктики и так далее. Видите, сверху белый цвет, снизу, например, зеленый цвет. Или, например, сверху, допустим, красный, снизу белый. Видите, тоже переход получается интересно смотрится. Но мне вот больше нравится, когда светлая кутикула, например, и кончик немножечко затемненный, да, получается прикольно. Ну, по крайней мере, мне так больше нравится. Ну, опять же, кому как. То есть, просто покрытие получается таким более чистым. Ну, например, да, меньше слов, больше и дело. Так, сейчас я типсик где-то приготовила, и куда-то я его, благополучно, перепугу, наверное, по спекулятивной цене, куда-то я его делала. Так, ничего страшного, сейчас прикрепим другой. Все есть. Так, это я просто типсик тепляю, поэтому у меня нету на экране. Так, все, типсик у нас есть. Кто любит на подставочке, мне вот нравится на палочку прикрепить. Так, и поехали. Значит, если мы, допустим, работаем с вами гелевой краской, да, ну, естественно, нам нужна отдельная кисточка, ну, опять же, овал. Четверка, шестерка, неважно, кому что больше удобно. Мне вот нашлась тут на столе шестерочка, ну, и достаточно ее будет. Итак, я уже сказала, мне больше нравится, когда под кутикулой более светлый цвет, ну, светлее белого, я не думаю, что можно еще какой-то найти светлее и ярче, скажем так. Ну, примерно, девчат, значит, еще раз, да, наверное, надо озвучить это в эфире. Мы делаем с вами сейчас градиент или амбре, или градиент, как хотите, назовите. Значит, просто переход цвета от белого цвета, например, к зеленому цвету. И я тут как-то слышала, что амбре делают только почему-то гель-лаками. Ну, почему же гель-лаками? Вот, допустим, мы с вами сейчас сделаем амбре только гелевыми красками. Все то же самое. Техника у нас одна и та же, кисточка у нас одна и та же, кисточка амбре номер 4. Никакой другой кисточки в эме нету для градиента. А вообще можно взять любую кисточку для градиента. Сейчас я объясню, в чем ее смысл. Она вот, видите, такая вот прореженная книзу. То есть, как бы много таких кисточек продается в всяких накривых магазинах. Не обязательно прямо вот брать эме. Просто единственное, наша кисточка имеет преимущество, что она искусственная. Она в себя не впитывает много материала. И она все время держит форму. Она такая, знаете, жесткая, да, она искусственная, то есть, не натуральная. Поэтому она такая, довольно-таки жесткая, держит хорошо форму. И хорошо смешивает гель-лаки или гелевые краски, ну, как бы делает очень плавный переход от одного цвета к другому. Так, ну, видите, вот одна третья часть ногтевой пластины – это гелевая краска «Альпийский снег». И вторая часть ногтевой пластины, да, это сегодняшний наш главный герой – гелевая краска зеленого цвета «Листва» называется. Так, ну, гелевые краски довольно-таки, знаете, вязкий материал, допустим, такой довольно-таки густой материал. Сильно на кисточку не давлю, и для того, чтобы цвета легче перемешались, тем более, что, ну, белый же все-таки довольно-таки проблематичный цвет, вот, я беру и примерно от середины верхнего цвета, вот, аккуратно кисточку поставила, примерно на такое же расстояние вниз, аккуратненько опускаем, и мы с вами получаем какую-то смешанную территорию. Туда-сюда сходило, все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Все, на кисточке сейчас какой цвет? Смешанный. Получается, что нам нужно вытереть кисточку, ну, взяли салфеточку, вытираете кисточку так, чтобы на ней ничего не осталось от краски. И для того, чтобы легче получился переход от одного цвета к другому, мы немножечко подмешиваем альпийский снег с нашей листвой. Опять это пограничено, да, между верхним цветом и смешанным цветом. И можно точно так же немножечко подмешать смешанный цвет с нижним цветом. Ну, на самом деле, я сейчас делаю почему-то это очень медленно, пытаюсь просто рассказать, чтобы теоретически хотя бы было понятно, что я тут пытаюсь сотворить. На самом деле, если это делать быстро, то на самом деле, как бы много времени для этого не нужно. Так, и теперь аккуратненько туда-обратно чуть ниже по чистой территории, и все, и спускаемся вниз. Сходили кисточкой туда-обратно и чуть ниже, туда-обратно, чуть ниже, двигаемся, и спокойненько, без всякой суеты я двигаюсь по ноготочку, не отрываясь, не прерываясь, не вытирая кисть. То есть я полностью прохожу через весь ноготь, убираю все лишнее, кисточку вытираю и повторяю все то же самое еще раз. Ну, любые покрытия гель-лаком, гелевыми красками, конечно же, как правило, делают в два тонких слоя. Первый слой просушили, потом второй слой просушили. Ну, и градиент не исключение, да, точно так же мы будем делать два слоя. И ваша самая главная задача в первом слое сделать так, чтобы цвета плавно перешли друг в друга, то есть вот плавненько, чтобы беленький цвет, да, плавненько перешел в зелененький, чтобы не было резкой границы. То есть ваша задача посмотреть в первом слое, вот я уже второй раз прошлась, есть ли резкая граница или нет. Ну, вот здесь вот видно, вот вам же тоже, наверное, видно, как и мне, то есть мне кажется, вот здесь вот можно еще разочек, да, чтобы вот тут вот. Хотя, в принципе, в принципе, если торопиться, то можно и не делать этого, потому что гелевая краска ложится плотно, и второй слой, конечно же, перекроет часть недостатка в первого слоя. Ну, а мне, чтобы на выходе все-таки было все хорошо, я прямо вот аккуратненько это место чуть-чуть подправлю, ну, чтобы уже для образца, чтобы не сильно позорно было. Так, все, дошла до конца и просушиваем 30 секундочек, да. Точно так же, как любые гель-лаки, да, гелевые краски будут сохнуть тоже 30 секунд. А давайте, например, я просто для сравнения возьму гель-лак. Возьму белый гель-лак, и в нашем случае это белый лотос. Так, точно так же сейчас смешаю просто красную гелевую краску с гель-лаком. Почему бы и нет? Ну, нету гелевой краски под руками, да, а хочется попробовать. Так, сейчас атипсик прикреплю. Просто доказательство того, что гель-лаки можно смешать с любыми гелевыми красками. Так, возьму гель-лак, белый гель-лак, кисточка из флакона. Это, конечно же, гораздо удобнее, нежели гелевые краски, да, но себестоимость гель-лаками значительно выше, чем себестоимость покрытия гелевыми красками. Так, все, вот я нанесла точно так же, да, примерно там одну третью часть гель-лаком. А две третих части ноготочка покрою гелевой краской вот это пламя, да, красненькое, посочетаем красный с белым. Кстати, тоже слышала такое мнение, что гелевые краски плохо размешиваются, что нет такого плавного перехода, допустим, как с гель-лаками и так далее. Ну, можно, конечно, отчасти согласиться, но в любом случае надо пробовать, потому что есть такие гель-лаки, которые смешиваешь-смешиваешь, они вообще не смешиваются. А есть такие гелевые краски, которые махнул два раза и все перемешалось. Ну, здесь, конечно, контраст. Здесь контраст, очень светлый цвет и очень темный цвет. И причем этот более жидкий, видите, правильно, это же гель-лак, а здесь более густой. Ну, ничего страшного, я думаю, что мы справимся. Надо просто пробовать, не бояться. Примерно от середины, да, верхнего цвета, вот на такую же примерно длину опускаюсь. И кисточку переношу снова вверх. То есть, получается, когда вы опускаете белый на красный, красный цепляется и переползает на белый. И получается быстрые движения кисточки. Всегда кисточка сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Помним о том, что самая главная задача у нас плавный переход цвета. Вытираем кисточку, потому что на ней смешанный цвет. И если вы для градиента, для покрытия выбрали цвета, которые очень полярные, а уж в данном случае, конечно же, один очень светлый, да, второй, полная ему противоположность, такой яркий красный, да, такой оттенок насыщенный. Ну, конечно же, они очень сильно отличаются друг от друга, поэтому я и подмешиваю границы, да, такой полосатик получился. Я думаю, что даже на камере видно, вот увеличена типса, что, видите, такое неравномерное покрытие, такое густое такое получается покрытие. Так, ну что, переходим под кутикулу, туда-обратно. И еще раз, да, напомню, гель-лак сейчас у меня, конечно же, более жидкий, нежели гелевая краска. Но не должно это вас останавливать, ничего страшного. Может быть, и клиент пришел, у вас какого-то цвета нету в гель-лаке, но зато есть в гелевой краске, почему бы не посочетать. Ничего страшного не случится. Уж тем более на твердых, допустим, каких-то гелевых системах, да, или акригелевых системах. Вот, поэтому, как бы, не бойтесь, абсолютно ничего страшного не случится. Вот, допустим, на гель-лаке, согласна, база гель-лака, она может быть более мягкой. И если вы не делаете моделирование, если вы не делаете укрепление, выравнивание, моделирование базы, то, конечно, тогда лучше так не делать, потому что просто гелевые краски, они-то намного жестче материал, нежели гель-лак. Так, ну что, в первом слое самое главное, нам нужно с вами на цвет смотреть. Да, какие-то сейчас неровности, да, какие-то галочки, палочки, черточки и так далее. Но ничего страшного, я сейчас пройдусь третий раз. Я обычно все время в классе девчонкам говорю о том, что вот начинайте, как бы, смешивать два цвета между собой, и тихонечко про себя думайте о том, что никакой паники, все будет хорошо, это только первый слой. Самое главное мне смотреть на цвет, чтобы один цвет перешел плавно в другой цвет. Все, вот на самом деле сейчас, видите, даже и цвета, и насыщенности никакой-то нет. И какие-то вот эти вот черточки и так далее, главное, чтобы плавно перешел цвет. А сейчас вторым слоем, конечно же, все закроется. А мы с вами тем временем вернемся к нашему первому варианту, да. И здесь у нас гелевые краски, да, полностью. Альпийский снег. Я опять потеряла кисточку для покрытия на столе. Даже так колбасит. Так, все нашлось. Итак, это у нас альпийский снег. Количество белого и зеленого у меня полностью устраивает, поэтому повторяю, все то же самое, как и делала. Получается примерно одна третья часть, можно одну четвертую часть сделать, это будет беленький цвет. И, например, там две третьих или три четвертых части ноготочка, да, ну, большая часть. Это будет цвет второй. Ну, во-первых, всегда так, не важно, что мы белый с зеленым делаем. Всегда так советую, потому что в любом случае в нашей технике, получается, мы верхний цвет натягиваем на нижний цвет. Вот, поэтому, получается, он все равно отхватит такую лидирующую позицию. Поэтому стараюсь всегда второй цвет наносить изначально чуть больше, да, количество. Не в смысле толще слой, а в смысле территориально, да, то есть как бы больше. Так, смешиваем посерединочке. Аккуратненько так, смешиваем. Легкие движения, я не давлю на кисточку, вот этими вот тоненькими-тоненькими волосюшками, волосинками, аккуратненько подмешала два цвета между собой. Кисточку вытираю, да, поэтому с экрана исчезаю в этот момент. Видите, чистая кисточка. И теперь аккуратненько смешиваю границы, потому что оттенки очень противоположные, поэтому будет просто легче переходить один цвет в другой. Подмешала границу между верхним цветом и смешанной территорией, и между смешанной территорией и нижним цветом. Видите, вот такой полосатик получился. Все, и теперь чистой кисточкой сверху вниз. Ну, нужно сказать, что, допустим, конечно же, гелевая краска белого цвета, альпийский снег, конечно же, она более укрывистая, более плотно, ложится плотным слоем. Конечно же, гелевая краска с гелевой краской, то есть они примерно одинаковой консистенции, конечно же, как бы равномерное покрытие получается, и так далее. Ну, нету, допустим, гелевая краска есть одного цвета, а второй желаемый цвет, например, в гель-лаке. Помните, что их тоже можно, в принципе, смешать. Так, ну, а пока я прохожусь второй раз. Так, это уже у нас получается второй слой. Если, девчат, вот при такой технике, например, у вас совершенно убегает от вас нижний цвет, не бойтесь взять, допустим, на кончике, видите, такая концентрация осталась, можно попросить клиентку перевернуть пальчик, и как будто бы в обратную сторону. То есть, как бы, если чувствуете, что убегает нижний цвет, не бойтесь, всегда можно тут же исправить. Самое главное, чтобы ни один нерв на вашем лице не дрогнул, чтобы клиент не понял, что вы нервничаете. Вот, например, вы же сейчас понимаете, что я нервничаю? Понимаете. Вот, а надо, чтобы клиенты, конечно, не понимали этого. Так, все, подняли немножечко вверх зеленый цвет, и немножечко выровняли беленький, натянув на зеленый. Да, все-таки он же у нас должен лидирующую позицию занять, более светлый оттенок получится. Все, просушиваем. Я вот так вот подальше, потому что камера увеличивает. Есть, конечно, какие-то там маленькие черточки погрешности, но в любом случае, когда это еще и увеличено в разы. Так, а здесь у нас с вами гель-лак. Здесь у нас гель-лак, кисточка из флакона. Немножечко беленького цвета. Немножечко красненького, да, это уже у нас гелевая краска. Я понимаю, что занимаю очень долгое время с вами, как бы, хотя смотрю на часы, уж не так уж и долго, но хотелось просто подробно рассказать все, что я ощущаю в этот момент и о чем думаю, чтобы было более понятно. Видите, я даже вот там вот оставила какой-то промежуточек между белым цветом и красным цветом. Вы даже можете прямо этой же кисточкой, вот видите, я сейчас ее вытерла салфеточкой насухо, можете даже не кисточкой для градиента, а, например, прямо этой же кисточкой, но все движения кисточки точно такие же, как и кисточкой для градиента, да, амбре, то есть вот видите, вот серединочка. Ну вот, а теперь смешиваем границы между смешанным цветом, верхним цветом и смешанным цветом. Границу подмешали туда-сюда, сходили, вернулись. Так, ну, если бы было бы время, я сейчас вам даже, как бы, ну, скептиков, те, кто, например, смотрит и думает, что это очень много времени занимает, на самом деле немного, девчат. Вот, значит, хорошо, можно, допустим, там кисточку, чтобы она чистенькая была, можно смочить в капельке базы или либо любой прозрачный топ, который стоит у вас под руками. Ну, вот в капельке базы хорошо, допустим, кисточку промывать, тем более, что я сейчас, например, после зеленого красным покрываю, после красного зеленым. Вот, видно, вот вычистили кисть, ну, чтобы она чистенькая была, да, и вытираем салфеточкой. Хотите сухой салфеткой, безворсовой салфеткой. И, сейчас я достану, вот так, безворсовой салфеточкой положили кисточку, закутали ее и с усилием вытираете, да, чтобы она чистая была, и при этом не теряла свою форму. Все, подмешали границы и теперь аккуратненько от кутикулы вниз. Туда, обратно, чуть ниже. Не давите на кисточку. Вот эти все движения кисточки, такие поглаживающие, натягивающие верхний цвет на нижний цвет, такие, знаете, равномерно, часто накладывая, как будто бы друг на дружку. Вот чувствуете, прям убегает красненький цвет, ничего страшного. Конечно же, белый, он довольно-таки яркий, пигментированный, да, и это все-таки гирлак на минуточку, да, то есть как бы... Мне тут вот объясните так, что все поймут. Вот, спасибо. Вот, значит, аккуратненько натягиваем верхний цвет на нижний, и мне хоть все-таки кажется, что красненький убегает цвет, да? Даже вот несмотря на то, что гирлак все-таки более жидкий материал, а гелевая краска более густой материал, и несмотря на это, беленький такой вот отвоевывает все большую территорию, поэтому можно попросить клиентку перевернуть пальчик, направить кисточку как бы от свободного краешка вверх кутикуле, поднимаетесь примерно на две трети части, разворачиваете ноготок, и все равно, конечно же, завершающее слово, конечно же, будет... Ой-ой-ой-ой-ой... Смазала немножко, но ничего страшного, мне же нужно все равно будет поправить и пройтись от начала до конца. Так, спокойненько, плавное движение, натягивающий, как будто вы верхний цвет натягиваете на нижний. Все, сейчас тут у нас все выровняется. Так, и вот мы посочетали с вами красненький цвет с беленьким цветом. Можно так чисто на чистовую, чтобы уже точно-точно никакой ни сучка не... Вот так вот, допустим, в такой технике, выполняя градиент, если вы проходите по ноготочку, видите, где-то какой-то косячок остался. Девчат, вы доходите до самого конца, до свободного краешка, и только потом возвращаетесь опять наверх, и потом уже поправляете еще раз сверху вниз. Так, ну а теперь вот сразу у нас тут был как бы сразу комментарий о том, что очень сильно много там наляпано и так далее. На самом деле можно, конечно же, на каждом этапе остановиться. Кому-то нравится градиент, все покрыли топом и все на этом. А если хочется что-нибудь добавить, почему бы не добавить? Так, ну и, например, вот на зелененьком фоне можно, знаете, взять какой-нибудь гирлочок. Сейчас, ну, уже какое-то время назад, конечно, было все это модно, всякие там вот такие гирлаки, топы, гирлаки с крапушками. Я думаю, тоже многие из вас как бы работают с такими материалами. И вот, например, чтобы отвлечь внимание от каких-то косяков в градиенте, так, значит, чтобы закрыть какие-то, значит, косяки в градиенте, можно добавить вот такой вот гирлочок с крапушками. Ну, если брать имя, это, допустим, там 318, такой, знаете, крапушки там, но при этом цвет нейтральный, нейтральный и не совершенно не виден на как бы цвет, в котором замешаны вот эти крапушки, да, это же как вот перепелиные яйца. крапушки эти, вот мы так вот их добавим, так, подсушим. Пусть это будет там 10-15 секунд, хотя на самом деле любой гирлак высыхает, конечно же, за 30 секунд, да, но мы с вами добавляем крапушки. Вот видите, прикольно смотрится и красный с белым, и зеленый с белым. Хочу вот не сильно, не на весь ноготь, а так вот с краешку, с одного краешка, чтобы для интереса просто, на задний план, на задний фон просушиваем. Так, ну и чтобы было веселей, так, для тех, кто любит все-таки какой-нибудь, да, такой прикол, в плане дополнения какими-нибудь декорациями, можно взять, например, какой-нибудь вот такой вот нейлдресс, просто мы уже как бы делали дизайны в прямых эфирах с этим нейлдрессом, и вот с таким вот нейлдрессом, апельсинчики, тут вот экзотика, апельсины, лимоны, ну просто сейчас лето, и когда, если не сейчас, использовать декорации летнего характера, да, все-таки конец июля, начало августа, я не думаю, что кто-то будет на Новый год лепить себе птичку с бананчиком, вот, поэтому как бы можно, например, именно сейчас, если у кого-то залежались какие-то такие декорации со всякими бабочками, цветочками, птичками и так далее, я считаю, что это самый подходящий момент. Так, ну слайдер тут бумажная основа, так, ну и правильно, перевернула, экзотика, например, 88-й, да, ну давайте, я хочу взять, конечно же, допустим, там, кокосовый орех, да, то есть вот он тут прям на листике полноценный, тут вот, кстати, какая-то вот эта штучка, это типа стебелечек, да, не буду я его брать, так, можно вот таким вот образом, все, кокосы определились, положили на мокрую салфетку, можно еще, знаете, мне нравится добавлять, тут вот на этих слайдерах, россыпью цветочки, давайте вот какой-нибудь небольшой, просто дополнит картинку, прикольно, опять же, вот сюда положу, вот кокос, цветочек, так, и для красненького варианта можно взять, например, вот какой-нибудь гранат, да, прикольно будет смотреться, сейчас мы откроем упаковочку, открыла упаковку, как варвар, практически, так, ну, давайте вот эту, да, веточку возьмем, понятно, что подробно вырезать не надо, просто аккуратненько вокруг обрежем, это на второй вариант, мне нравится делать такие дизайны, быстрые, заморочек никаких, не, ну, понятно, что надо там набрать водичку, да, вот на салфеточку, то, конечно, это сильная заморочка, вот, ну, а на самом деле, как бы, давайте я с той же вырежу тоже какой-нибудь цветочек, надо небольшой, вот здесь вот с краешку есть небольшой, можно потом, знаете, когда закрываете топом, берете гелевую краску без остаточной липкости и лепесточки увеличиваете в объеме с помощью импаста, ну, у нас такая гелевая краска называется импаста, так, все, приготовила, все тут намокло, как надо, так, и теперь, я хочу, опять же, добавить сюда какую-нибудь декорацию в виде какого-нибудь шармикончика, это будет какой-нибудь словечки, какая-нибудь надпись, можно просто обезжирить поверхность вот этих вот гель-лаков, в крапушку, да, так, обезжирить поверхность, так, вот так, градиент, да, у нас гелевая краска с гелевой краской, или гель-лак с гелевой краской, так, и хочу, хочу, опять же, декорацию, мне очень нравится, это все-таки осовременивает любой дизайн, так, просто вот, вот, наконец-таки, я возьму, приклею, да, золотую полосочку с черной надписью, вот здесь, вот аккуратненько, аккуратненько, сказала Наташа, и приклеила сиккость-наккость, поэтому и боязнь камеры, потому что пытаешься сделать ровненько, красивенько, а так, неудобно, так, ну, вот так, шармикончик, да, с надписью, да, давайте здесь тоже, вот эти вот крапушки, которые, вот, похожи, да, на пятнышки, на перепеленных яйцах, да, и вот эти вот всякие надписи, они, конечно же, давайте сюда беленькую, сочетаются вместе, прикольно, не дотягиваюсь, не забывайте баффиком, забаффить торец, чтобы когда топ подотрется с торца, он все равно подотрется, каким был супер-пупер-мастером, не были в любом случае, об одежду во время носки сотрется, так, и теперь уже, конечно же, говорим о слайдерах и переводной картинке, да, грубо говоря, слайдеры вот мы приготовили, и, конечно же, мы всегда рекомендуем прикреплять на слайдер-топ, не буду сейчас, уже нету времени перед эфирамбой слайдер-топом, хотя я считаю, что прикольно с ним работать, очень хорошая дисперсия, и пигменты втирать можно, и пыль втирать можно, и фольгу отпечатывать можно, и матовую, и глянцевую, и голографическую, хорошо держат слайдеры на себе и под собой, вот, но многие работают, каким образом мастера, берут, например, базу, тоненьким слой наносят базу, на лепий слой базы прикрепляют слайдеры, и этой же базой закрывают, ну, и никаких бы проблем не было, ради бога, нету слайдер-топа, конечно же, тогда база, просушивайте 10-15 секунд, этого времени достаточно, для того, чтобы гель заполимеризовался, и когда мы прикрепим слайдер на поверхность, конечно же, нужно будет еще досушить недостающие 10-15 секунд, для того, чтобы, ну, во-первых, полимеризация полностью прошла, да, как бы, и уже наклеечка потом не двигается на поверхности, так, прикрепляем быстренько кокос, у нас остается с вами немножечко времени, я даже ради такого дела, чтобы не сильно показывать, что я такая, ну, вот, взяла пинцет, теперь все испортила, если бы делала бы руками без пинцета, все бы было нормально, но ничего, я сейчас совладаю с этим кокосом, фон зелененький, листик вот тут зелененький, да, кокосик, но все-таки лето, я просто как бы, чисто из-за того, что если, например, у кого-то лежат, допустим, слайдеры с какими-нибудь цветочками, бабочками, стрекозками, кокосами и так далее, но считаю, что надо их доставать и пытаться пустить их в дело по одной простой причине, лето ждешь-ждешь, потом оно раз, и как будто не было, быстро так заканчивается все, и будет уже осень, будем какие-нибудь листья лепить, рисовать, прикреплять, кстати, будут всякие новые там шармикончики с грибочками, с листочками, тоже как бы, можно будет удовлетворить любые желания клиента, руки липкие, так вот сейчас подсушу, подсушу, конечно, сейчас многие говорят о том, что вот, допустим, девчонки учатся, маникюр, педикюр, начинают работать, как бы многие не заморачиваются ни с какими дизайнами и так далее, и клиенты так ходят, как бы с одноцветным покрытием и так далее, но в любом случае, дизайн, это все-таки способ увеличить, допустим, средний чек, правильно, который, допустим, клиент платит мастеру, в любом случае, с дизайном смотрится более интересно, всегда чем-то можно удивить своего клиента, но опять же, не обязательно, есть такие клиенты, которые вам скажут, о господи, мне все что угодно, только они цветочки, вот этого не надо мне, а есть и наоборот, те, которые, о, прикольно, давай что-нибудь придумаем, и с помощью вот таких готовых решений можно запросто удовлетворить клиента, так, не буду больше, можно было бы еще сюда цветочек, просушиваем, так, значит, ну, все должны прекрасно понимать, что слайдер, это пленочка, да, с рисунком, и поэтому, чтобы было хорошее сцепление с топом, который мы сейчас будем наносить, конечно же, покроем, обработаем любой слайдер, лучше обработать праймером или ультрабондом, ну, вот, в нашем случае это ультрабонд, это как двойной скотч, работает для хорошего сцепления, так, и вот аккуратненько наносим ультрабонд на поверхность слайдера, высыхает 1-2 минутки на воздухе, и после этого вы закрываете топом, ну, давайте опять же, можно закрыть матовым топом, можно закрыть глянцевым, любым топом, который обычно у вас есть в работе, ну, давайте я воспользуюсь, например, теклосом, теклос покрываем, теклос это у нас глянцевый топ, без остаточной липкости, все закрыли, прикольное сочетание белое с зеленым, вот, чисто зеленым, все-таки я бы, наверное, не рискнула бы себе ногти покрывать, а вот белое с зеленым, прикольно смотрится, так, просушиваем, здесь точно так же, обрабатываем слайдер ультрабондом, для чего, для того, чтобы сцепление было хорошее, потому что у пленки же нет никакой дисперсии, правильно, поэтому ультрабонд, вону не нужную пленочку, немножко расплавит, подплавит, все, на воздухе высыхаем в течение 1-2 минуточек, после этого закрываем топом, это может быть, например, матовый топ, это может быть глянцевый, это может быть любой топ, которым вы работаете, контролируйте всегда торец, так, просушиваем, здравствуйте, 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 Наталья, о боже, как приятно, да, здравствуйте, я, кто-то мне тут написал, из девчат, чтобы я не нервничала, как не нервничать, только сейчас до меня дошло, что я даже не представилась в начале прямого эфира, но на самом деле, как бы это, это не важно, важно, чтобы работа, да, как бы помогала вам, то есть наши, допустим, наши прямые эфиры помогали вам в работе, да, а уж как зовут человека с другой стороны камеры, абсолютно не важно, вот, так, здравствуйте, Наталья, добрый день, здравствуйте, здравствуйте, запись будет, запись будет, наверное, спрашивают, наверное, Алина спрашивает, так, теперь просушили, и еще можно, девчат, конечно же, на этом можно остановиться, но можно взять им пасту, и уже для самых смелых, можно взять им пасту, например, белого цвета, что такое им паста, им паста, это гелевая краска без остаточной липкости, в нашем случае, это вот, белый рафинад, да, им паста, так и написано, вот, значит, им паста белого цвета, белый рафинад, и можно взять, например, какую-нибудь кисточку, маленькую, лепесточек, единичка, для жестого, ну, вот, у меня тут под руками два ноля, два ноля кисточка, такая, не первой свежести, скажем так, и можем, как бы, с вами увеличить немножко объемы лепесточков, сейчас я кисточку промываю, убираю все с экрана, так, вот наши два готовые варианта, так, немножечко возьму им пасты, беленькой, чуть-чуть совсем, ну, вот, опять же, видите, нет у меня под рукой лепесточка, единичка, чтобы показать, смысл в чем, смысл, чтобы кисточка была с плоским цоколем, видите, такая узенькая, вот это два ноля кисточка для жестого, и мы можем с вами аккуратненько увеличить объем лепесточком, то есть, взяв совсем-совсем чуть-чуть, сейчас, секундочку, мне нужно ее промыть в базе, либо в топе, чтобы, а то она такая сухая, сейчас я, знаете, как сделаю так, чтобы было видно, возьму, например, базу, кисточку промою в базе, вот так, до основания, чтобы она была, знаете, прям пропитана базой, но при этом была чистенькая абсолютно, вытираем салфеточкой, вот так вот, вот все, собрали ее все в кучу, и теперь берем эмпасту, только на кончик кисточки, уже можно было бы давно остановиться, еще раз, да, но вот, если хочется, почему бы и нет, аккуратненько взять, и эмпасты просто продублировать лепесточки у цветочка, которые мы с вами прикрепили отдельно, но на самом деле для этого и крепили, и лепесточки вывести на передний план, эмпаста высохнет, не будет иметь остаточной липкости, и естественно, ничем перекрывать уже не надо, лепесточек единичка лучше всего брать для этих целей, чтобы было просто потоньше, аккуратней, и можно в середину цветочка вставить, например, стразики, так, но я не буду просушивать, потому что у меня вот есть образцы такие уже, вот именно эмпаста, я оставлю эти варианты в чистом виде, сейчас мы их вот сюда прикрепим, и покажем в результате, что у нас получилось, так, я вот так вот сейчас поближе, может быть сейчас вот, если взглянуть еще раз, это тоже как бы цветочки, там вот внизу, например, просто на черно-гелевую краску отпечатана фольга, и она под матовым топом смотрится, вот видите, вроде как просто как металл такой вот, без блеска, так, ну и вот эти варианты, здесь просто на зеленом цвете цветочки, тоже внизу немножко фольги добавлено, вот, ну а варианты, которые мы делали вот сейчас, все то же самое на самом деле, ничего мы сверхъестественного с вами не придумали, но опять же, сейчас, в то время, как мастера особо не заморачиваются с дизайнами, клиенты хотят очень быстро, все-таки, если хочется, то можно, например, устроить праздник на одном пальчике, правильно, не обязательно на всех, совсем, не совершенно ни к чему, а все остальные пальцы, при этом могут быть покрыты просто одним тоном, да, просто красненькие, или просто зелененькие, так, хотела, где-то потеряла типсу, еще одну, ну вот она, так, и вот таким вот образом, здравствуйте, нужно ли сейчас иметь диплом, чтобы работать маникюристом, я думаю, что не помешало бы иметь диплом все-таки в образовании, в любом случае, сейчас очень много учебных центров, которые выдают дипломы установленного образца, не знаю, вот обратитесь, допустим, в нашу школу, есть онлайн-школа, есть оффлайн-школы по разным городам, поэтому, по большому счету, можно обратиться, пройти повышение квалификации, хотя бы сертификат получить, и, конечно же, это будет совершенно неплохо, так, ну, еще раз, есть любители, когда все и лучше и сразу, как дорого-богато, и так далее, есть любители просто однотонных покрытий, или градиентов, наивайте, выполняя такие дизайны, можно остановиться на каждом этапе, и не обязательно рисовать на всех пальцах, так, ну, мы, в принципе, уложились в наш часик, спасибо вам огромное, за ваше внимание, вот, если вдруг какие-то вопросы будут, конечно же, пишите, и по возможности, мы постараемся на них ответить, это гели, которые мы использовали, пламя и листва, а это варианты дизайна, которые мы с вами сегодня сделали, верхняя типса, зеленая с черным, как разводы сделаны, а, вот здесь вот вы спрашиваете, это просто, как бы, я попыталась изобразить, вот, много же в интернете, вот такого, знаете, как камень делают, как малахит, да, какой-то, то есть идет тут сочетание, просто черный, цвет, зеленый цвет и белый цвет, три капельки поставила, их все вместе взяла на кисточку для градиента, одновременно, да, ну, и вот так вот покрутила, развернула, и получилась такая абстракция, мне почему-то показалось, что она очень плохо читается, и, когда, например, показываешь какой-то дизайн, если плохо прочитан, мне кажется, как бы смотрится, ну, как бы прикольно, а вот читается плохо, дайте я вот так, попробую увеличить, ой, прости, прошу прощения, а, неудобно, вот так, видно, то есть одновременно, черный, зеленый и белый, получается, они смешиваются, и вот так вот кисточку поставила, вот сюда вот, сверху, видно, вот так, и просто так вот раз, и прокрутила кисточку, все, и она легла, как легла, и вот тут кружочек, и все, красиво, Наталья Верниотисовна, красиво, спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо всем большое за внимание, всем удачи, побольше вам денежных клиентов, до свидания, девчата.